добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава называется нас у нас есть очень сильная вещь благословение коинов в израиле каждый день благословляют коины народ и это нормально в молитве шмона эсре говорится эта молитва при повторе этой молитвы в это время коины стоят лицом к народу и принято в это время на коинов не смотреть в храме когда коины благословляли они там раздвигали пальцы и пальцы рукой раздвигали и написано что у храма в это время пребывала там шхина можно было видеть шхину божественное присутствие если люди молятся не в стране израиля то только четыре раза в году коины благословляют народ это у нас есть те праздники за песок шаву вот емкий пор пишем не цирает вот у нас идет четыре раза в году благословение коина вот так значит это какое-то благословение несколько строк благословить я господь и помилую тебя да будет благословить я бог даст тебе мир так пусть помилуй благословит я даст мир благословит потомством и пусть благословляется но в израиле я благословлю их так всевышний говорит вот так это очень сильное благословение не работает очень хорошо сравнивается эта вещь с тем что человек идет по пустыне еды у него уже нет нет у него еды не виды воды пить он хочет последнего до закончилась не видит этому конца и края уже язык прилип к нему он уже не может шевелиться и тут он видит пустыне дерево хорошо плодовое дерево он идет к этому дереву он понимает что если дерево здесь растет то здесь есть вода подходит к этому дереву находит ключ с водой берет одну ладу два три глотает много воды напился стало легче потом взял плодов дерево поел и заснул когда он проснулся у него уже были силы и он говорит дерево как мне тебя благословить благословить тебя что ты растешь тебя здоровые побеги так это так есть благословить тебя тем что у тебя прекрасные плоды так они и так прекрасны тимlever ты же мне благословить тебя благословить . у тебя прекрасная говорит тоже тебя все прекрасно я не могу те чем благословит . я благословлю тебя York Тем, что твои потомки, которые производят тебя, были такими же, как и ты. Вот так работает благословение. Вот так это благословение работает. Значит, потом говорит Медраж, что наш прадед со врагом тоже заслужил благословение. И Всевышний говорит, дать тебе мудрость, и так как у тебя есть мудрость, дать тебе преданность, и преданность есть, что бы только Всевышний не говорил, все есть. Говорит, жена, так у тебя жена прекрасна, все у тебя хорошо. Говорит, как же тебя благословить? Всевышний говорит, я благословлю тебя, чтобы твои потомки были такие же, как и ты, праведники. И вот это благословение Врагама, которое работает четко. А вот Бедраж приводит еще одну историю. Солдат хорошо воевал на войне, и царь его хочет отблагодарить. Он его привозил во дворец и подарил ему сундучок, который был из 100 золотых монет высокого достоинства. Солдат обрадовался, положил их себе на коня, на седло там положил и поехал. Говорит, шел он по безлюдной дороге, на него напали бандиты, одолея его, и забрали у него это золото. Так, говорит Медраж, продолжает, главное не только получить награду, надо ее еще и удержать, а для этого нужен всевышний. Только он может сохранить человека и сохранить его материальные ценности и все остальное. Без него никуда. То есть, удержать то, что ты заработал, не так-то просто. Но если мы будем со Всевышним, то Всевышний всегда нам поможет. И будет с нами, и будет давать нам хорошее потомство, и даст нам мирную жизнь. И все будет самое наилучшее, как говорится в Ласвине Койнов. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души. Мойша бен Давид, Берта бад Исраэль, Клара бад Сергей, в памяти Павел бен Ефим, Яков бен Нахун, Лир бен Григорий, за здоровье Светлана бад Клара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Ицхак, Инна бад Мира, Берез бен Мария, Мойша бен Маня, Анна бад Ривка, Игорь бен Кира, Полина Берба, Цунья Сура, Лена бад Клара, Давид бен Стела, Жея бад Ида, Рахель бад Лилия, Анна бад Елена, Стейла бад Тейла, Ифим бен Эстер, Инна бад Дора, Двора бад Мирьям, Станислав бен Рахель, Моисей бен Ева, Ирина бад Двора, Йосиф бен Раиса, Инесса бад Мэйль, Винни бен Берта, Винни бад Ита, Фира бад Анна, Геннайбе и Елена, Елена бад Инесса, Ольга бад Светлана, Йосиф Дан бен Цара, Таня бад Фрида, Ида бад Рива, Вадим бен Татьяна, Юлия бад Белла, Яков, Йосиф бен Рахель, Шимон бен Мира, Фейга бад Берта, Алексей бен Ольга, Гая бад Царит, Мазл, Проноса Сгула, Ирина бад Тури, Арона ря бен Ури, Верховший дух, Арона ря бен Двора, Низ бен Ахум, Альгаль бад Цара, Хана бад Аврагам, Рафаэль, Рилей бен Лариса, Галя бад Гидалия, Марсай Брют, Лагир бен Рая, Анна бад Александра, Марина бад Рая, Борис вен Марина, Алексей бен Наталья, Всего хорошего, Олегу Марченко. Всем Браха, Проноса, Кавана, Мазл, то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья и получить Браху Коэнов, которые мы, надеюсь, заслужим. Всем всего самого наилучшего и до следующих встреч. Надеюсь, состоится завтра в 15 часов. Шалом!